Вообще вакцинация не требует никакого определенного четкого списка анализов, что вот сдал и спокойно можешь вакцинироваться, все о себе знаешь. Нет, к сожалению, это не так. Достаточно очного осмотра врача, термометрии, измерения АД, то есть исключить острые какие-то или обострения хронических заболеваний или противопоказаний, которые мы перечислили. Но, немножко оговорюсь, это не относится к вакцинации, это было еще в доковидные времена. У нас есть прекрасная вещь, как диспансеризация в пожилом возрасте, это ежегодная диспансеризация. Если вы проходите ежегодную диспансеризацию, в этом году ее уже прошли, этого достаточно, чтобы спокойно идти на прививку. Конечно, диспансеризация это общий, зависит от возраста, общий такой примерный список обследований, которые нужно пройти обязательно, беспокоят что-то или нет. Опять же, тоже в структуре у нас в России здравоохранение есть прекрасная вещь, как диспансерный учет. Наверное, пациенты с хроническими заболеваниями, они знают и говорят, я на учете эндокринолога, на учете у кардиолога. Что это значит? Это не просто где-то галочка стоит у кардиолога, что есть такой пациент. Нет. Это значит, что пациент с определенным заболеванием, есть приказ, есть методические рекомендации, что пациент с определенным заболеванием должен посетить врача определенных специальностей, иногда это даже не одного, пройти определенный список обследований, там раз в год, два раза в год, три раза в год, то есть в зависимости от заболевания и своя периодичность. Если вы это делаете, если вы следите за своим здоровьем и за своим хроническим заболеванием, этого достаточно и никаких других специфических обследований не требуется.